Девушки отдыхают Это начало идеального полета. Человека запускают в космос на ракете носителя Атлас. Капсула снова входит в атмосферу Земли, переживает фазу огненного шара и прыгает с парашютом в заранее выбранную точку посадки. Успешный и исторический полет. Это одна из первых экскурсий человека в космос. Путешествие, которое потребовало миллионов долларов и миллионов человека-часов. Достижение, которое сигнализирует о начале новой эры. Основными участниками, помогающими сделать этот полет идеальным и открывающими порог этой новой эры, являются Люди и оборудование Центра инженерных разработок Арнольда. Часть командования системами ВВС – центр, обеспечивающий этой стране трамплин в космос. В аэродинамических трубах и испытательных камерах Центра. При подготовке орбитального полета к возвращению, можно исследовать суровые условия полета. Чтобы описать работу Центра Арнольда, давайте возьмем исследовательский космический корабль X-20 и посмотрим, как оборудование Центра используется для решения проблем полета и движения, прежде чем они будут. Нагрев базы ускорителей. Производительность Сапел первой ступени можно исследовать, запустив двигатели в испытательных камерах Центра на большой высоте. Зажигание и производительность ракетных двигателей верхней ступени, а также точная тяга и эффективность ретро-ракет и верниеров – все это можно наблюдать и оценивать быстро и экономично до того, как будет предпринята попытка фактического полета. Средства управления полетом X-20S можно протестировать, чтобы предсказать их эффективность в космосе и во время входа в атмосферу. Выдержит ли его структура пылающие температуры и экстремальные силы при входе в атмосферу? Может ли он замедлиться и управляться пилотом через коридор входа на поверхность Земли? Испытания двигателя можно проводить в испытательных камерах на большой высоте с помощью масштабных моделей, таких как эта маленькая версия ракеты-носителя Сеттерн. В результате испытаний такого типа инженеры, Арнольда и НАСА, переработали выхлопную систему турбины, существенно уменьшив нагрев основания этого ускорителя Сеттерн. Ценность этих испытаний была доказана в первых двух полетах на Сатурне. Посмотри, что происходит, когда горючий газ, представляющий собой выхлоп турбины, выделяется вблизи основания этой ракеты «Атлас». Газ циркулирует между соплами и сгорает, проблема которая привела к потере нескольких ранних ракет. Далее испытываются ракетные двигатели верхней ступени, чтобы определить их производительность на очень больших высотах. Ракетные двигатели, подобные этой третьей ступени полного твердого топлива «Минитмен», могут быть установлены на стенде для точного измерения их воспламенения, общей тяги и любых изменений тяги во время полноценных стрельб. Сотни измерений, давлений, температур, вибраций регистрируются во время испытательных стрельб, проводимых так же, как и при реальных запусках на мысе Канаверал. В этой испытательной установке полномасштабные жидкостные ракетные двигатели могут быть испытаны в их нормальном вертикальном положении полета. Другие объекты в центре, такие как эта двигательная аэродинамическая труба, самая большая сверхзвуковая туннель в мире, имитируют критические условия полета для транспортного средства X-20 и его ракеты-носителя. Условия имитируют ускорение до сверхзвуковых скоростей и подъем на все большие и большие высоты. За ракетой совок захватывает выхлоп и удаляет его из замкнутого туннеля с непрерывным потоком. Следующий шаг в типичной программе испытаний может потребовать моделирования на Земле некоторых проблем, связанных с постановкой, когда верхние ступени отделены от ракеты-носителя. Например, это фактическое разделение, сфотографированное высоко над Землей. Масштаб модели двух этапов помещаются в тестовую камеру, разделенную с различными интервалами, чтобы определить, будет ли разделение чистым или это повлияет на ход второго этапа. После постановки может потребоваться повторить условия движения по орбите, чтобы определить, будет ли функционировать ракетный двигатель спутника и можно ли его выключить и перезапустить в космосе. В одном тесте эта графитовая насадка сильно провалилась. Последующие испытания с использованием этого титанового сопла дали ответ. Несмотря на высокие температуры, заставляющие его светиться, как в космосе, он выдержал испытания, и его сопло было подвешено, как это требуется для управления космическим кораблем по направлению. Еще одна проблема, что произойдет, если космический корабль столкнется с крошечным метеоритом или каким-нибудь космическим мусором во время своего орбитального полета. Воздух внутри этого гипербаллистического диапазона воздействия кондиционирован так, чтобы имитировать высоту 250 тысяч футов. Крошечные частицы затем выстреливаются в толстые блоки синего цвета или пластины из тяжелого металла со скоростью превышающей 5 миль в секунду. Высокоскоростная камера фиксирует эффект. Маленькие частицы размером с Биби создают большие кратеры в мишенях. Критические проблемы в возвращении космического корабля в атмосферу Земли можно изучить в этих горячих туннелях. Ближе к концу полета космический корабль погружается в более плотную атмосферу со скоростью от 10 до 12 тысяч миль в час. Тепло трения, когда корабль сталкивается с молекулами воздуха, вызвало полет огненного шара при входе в атмосферу. Эти тесты предсказывают скорость передачи тепла кораблю, помогают определить структуру и материалы, которые необходимо использовать, чтобы предотвратить сгорание корабля. Тщательный анализ данных испытаний обеспечивает основу для определения наилучшей формы и размера космического аппарата и прогнозирования требований к конструкции. Для регистрации и измерения эффекта высокоскоростного воздушного потока используется множество методов. Крошечные приборы внутри модели обнаруживают закономерности нагрева и давления в различных имитируемых условиях полета. Тестовые данные передаются на записывающее и вычислительное оборудование через сотни измерительных линий. Некоторые модели покрыты флуоресцентным маслом. Высокоскоростные камеры фиксируют характер потока масла, когда модель впрыскивается в воздушные потоки со скоростью до 6000 миль в час. Когда космический корабль погружается все глубже в атмосферу, трение продолжает замедлять его. Имитация этой части полета в аэродинамической трубе заставляет модель светиться при раскаленных температурах. Чтобы изучить характеристики полета, когда космический корабль замедляется и возвращается в околозвуковой режим полета ближе к концу своего полета. Такие модели, как эта, помещаются в большую трансзвуковую аэродинамическую трубу. В данном случае для определения характеристик флаттера. От старта до посадки. Большинство критических зон полета можно смоделировать в аэрокосмических лабораториях центра Арнольда, получив за несколько дней данные, которые потребовали бы месяцев дорогостоящих летных испытаний. Таким образом, эти средства помогают ускорить разработку многих высокоприоритетных систем. Значительный вклад был внесен в такие программы, как ракетно-исследовательский самолет Икс-15. Военно-морской флот — это Полярис. Сержант армии. Минутный человек военно-воздушных сил. Печатаю. Атлас — межконтинентальные баллистические ракеты и проект массы Меркурия. Данные тестов, предоставленные центром Арнольда, ускорились на месяцы, даже годы. Разработка многих наших самолетов, ракет и космических кораблей. Многие другие аэрокосмические системы поддерживаются испытаниями в 20 основных испытательных подразделениях центра и аналогичном количестве небольших исследовательских подразделений. Активная программа исследований и разработок направлена на решение задачи обеспечения передовых испытательных установок для аэрокосмических систем будущего. Это большая вертикальная ракетная ячейка глубиной 250 футов. В конечном счете планируется испытать ракетные двигатели до полутора миллионов фунтов тяги на имитируемых высотах более 100 тысяч футов. Строительство этих уникальных испытательных объектов находится под наблюдением инженерного ядра армии США. За функционирование центра отвечает действующий подрядчик военно-воздушных сил. Еще одно передовое подразделение — это баллистическая дальность 1000 футов, которую можно описать как мыс Канаверал в танке. Эта высоковакуумная ячейка, входящая в состав аэрокосмической экологической установки, называется аэрокосмической экологической камерой Марк Ван. Полные полномасштабные спутниковые аппараты могут подвергаться вибрациям, чрезвычайно низким давлением, температурам до 320 градусов по Фаренгейту и интенсивному нагреву солнечной радиации при моделировании полетов на высоту до 300 миль. Соответственно, центр продолжает традицию дальновидности, которая характеризовала покойного генерала Хэпа Арнольда, в честь которого центр назван. Аэрокосмические лаборатории создают на Земле многое из того, чем человек должен овладеть, отправляясь в космос. Это ускорит разработку аэрокосмических аппаратов и оборудования, которые обеспечат этой стране трамплин в космос. Субтитры создавал DimaTorzok